Всем привет, с вами Кэссиди и я представляю вам обзор на Королевский Тигр Панцер Камфаген 6 АУСВ-Б. Немецкий тяжелый танк заключительного периода Второй Мировой Войны. Производился серийно с марта 44 года и до конца войны. Выпущено 489 танков. Является мощнейшим серийным танком времен Второй Мировой Войны, а также последним серийным тяжелым танком нацистской Германии. Благодаря очень мощной 88-миллитровой пушке, был способен эффективно поражать огнем любые танки антигитлеровской коалиции. Толстые листы брони, расположенные под большими углами наклона, обеспечивали танку весьма высокую защиту от большинства противотанковых средств того времени. Вместе с тем, высокий вес и недостаточная мощность двигателя обусловили невысокие ходовые качества и общую низкую надежность «Тигра-2». Подвижностью машины можно было пренебречь. Предполагалось, что танк будет действовать в обороне, преимущественно из засад и обстреливать противника с больших расстояний, что позволяла великолепная прицельная оптика. Все вышеизложенные факторы сформировались в концепцию танка-истребителя, и эту концепцию обеспечивало орудие КВК-43. 88 мм с длиной калибров 71. Самая длинноствольная танковая пушка из всех когда-либо применявшихся войсками вермахта. Начальная скорость бронебойно-калиберного снаряда составляла 1000 метров в секунду, а скорость подкалиберного составляла 1130 метров. Даже на дистанции 4000 метров снаряд орудия все еще был способен пробить 80-мм вертикальную бронеплиту. То есть, теоретически, при условии удачного выстрела, уничтожить, к примеру, танк «Шерман» легко. Но таких дистанций боя в нашей игре пока еще нет, и бой ведется на менее значительной дистанции. Что же касается защищенности танка, то лобовая проекция, несмотря на значительную толщину бронелистов, отнюдь не являлась неуязвимой. Лобовой лист корпуса в большинстве случаев пробивался орудием Д-25Т, калибра 122 мм, с расстояния 600-800 метров. Однако, нисколько не вызывает сомнения тот факт, что Королевский Тигр дуэльно превосходил все тяжелые танки, имевшиеся в распоряжении антигитлеровской коалиции. Сражаясь на Королевском Тигре, я смог с первого выстрела вывести из строя ИС-2 с дистанции 1700 метров. Это был удачный выстрел. Бою не следует пренебрегать удачей. За этот шанс я предпочитал Королевские Тигры обычным тиграм. Этими словами, унтерштурмфюрер Карл Броман, первая рота 503 батальона тяжелых танков СС, отозвался о Королевском Тигре. Ну а теперь мы с вами окунемся в атмосферу нашей игры. Что же по модулям? У нас есть бронебойно-подкалиберный снаряд. С максимальным пробитием 245 мм. Даже на дистанцию 500 метров он может пробить броню в 217 мм. Его-то в первую очередь мы и будем качать. Ну а после уже не важно, к чему стремиться. В принципе, мы неплохо поражаем вражеские танки и обычным бронебойным снарядом. С максимальным пробитием 215 мм. Но даже на дистанцию 500 метров снаряд сохраняет свою силу пробития 190 мм. Думаю, вам не стоит объяснять, что этот танк просто идеален для засадных действий и снайперских позиций. Обычный бронебойный снаряд хорош еще своим заброневым действием. Взрывчатое вещество, находящееся в снаряде, взрывается после пробития брони, нанося критические повреждения внутренним модулям. Чаще всего попадание такого снаряда – это уничтожение противника с первого выстрела. Но бывают и осечки, так что лучше цельтесь на дальние расстояния. Перезарядка нашего орудия в пределах 15-16 секунд. Это полностью на стоковом экипаже. Если же вы экипаж прокачаете, плюсом к этому примерно еще 2-3 секунды. Точнее в минус. Перезаряд будет в районе 13 секунд. Очень хороший бонус в перестрелке с противником. А вот с динамикой у нас дело совсем плохо. 700 лошадиных сил на 67 с небольшим тонн. Получается удельная мощность немногим больше 10 лошадиных сил на тонну. Хоть и в характеристиках указана максимальная скорость в 40 км в час, набираем мы ее только с горочки. Однако все-таки мы способны на активные действия. Немного понаблюдав за ходом боя со стороны своей базы, замечаю, что на фланге противника пусто. И на скорости порядка 25-30 км в час несусь по флангу вперед. Самое главное рассчитать силы своего двигателя и знать хотя бы примерное расположение танков противника. Здесь я рискнул и поехал вперед. Дело в том, что здесь неподалеку есть хорошая огневая позиция, с которой я могу простреливать точку захвата. Если мне удастся ее занять, то я преподнесу для противника неплохой сюрприз. Но меня встречает вражеский танк Т-44. У меня хорошее положение танка по отношению к его орудию. И моя броня выдерживает экзамен на прочность. Но раз разговор зашел о броне, то стоит рассказать поподробнее. Броня корпуса в лобовой проекции достигает 150 мм. Под очень хорошим рациональным углом наклона. Так что по прямой лобовое бронирование королевского тигра достигает 233 мм. А такая толщина не по плечу орудия Т-44. Даже при наличии топового снаряда бронебойно-подкалиберного. А тем временем я добрался до своей огневой позиции. И начинаю работать по вражеским танкам. У королевского тигра в принципе вертикальные углы наводки получше, чем у советских танков. Отрицательный угол у нас минус 6. Положительный плюс 17. Однако такого сектора мне не хватает для поражения Т-44, который находится вблизи. Так что я открываю огонь по танкам, которые находятся дальше, на заднем плане, так сказать. Танкист на Т-44 действует грамотно. Во время моей перезарядки, когда я не смогу ответить выстрелом, он выкатывается и делает выстрел по мне. Однако, как я сказал, Т-44 в лобовую проекцию королевского тигра не берет. Хотя, конечно, в лобовой проекции и у королевского тигра есть ослабленные места и уязвимые зоны. Так, например, башня Хеншель имеет 180 мм брони под углом 10 градусов. Это крайне мало. Или же на корпусе нижняя броневая деталь имеет бронирование 120 мм. Правда, там очень хороший угол. Так что приведенная броня там будет равняться порядка 190 мм. Однако и верхняя лобовая бронеплита имеет ослабленные зоны. Это пулеметное гнездо. Но по опыту боев могу сказать, что туда попасть крайне тяжело. Хорошая огневая позиция, немного риска и в нашей копилке 3 фрага. Но это еще не конец боя. За противником 2 точки захвата. И очки моей команды неумолимо бегут к нулю. Ничего не поделаешь. Придется уехать со своей огневой позиции. Нужно победить. Сами понимаете, королевскому тигру не хватает динамики. И я, если честно, очень долго ехал к противнику. Так что все мои передвижения по карте я решил вам не показывать. Однако за это время я успел захватить базу и сейчас я объехал последний танк противника с тыла. Видимо вражеский танкист находился в засаде и ожидал скорейшего появления моих союзников с противоположной стороны. Однако карты нашей игры настолько разнообразны, что можно использовать различную тактику и различные маневры. Даже на таком медлительном танке как Королевский Тигр я смог обойти по флангу и зайти в тыл к среднему танку Советского Союза Т-44. Думаю, он был очень удивлен этим моим появлением с тыла. Все характеристики панцирка Фаген-6 Королевского Тигра говорят о том, что он должен стоять на значительном расстоянии от противника и настреливать фраги. Конечно, такой стиль игры очень хорош для медлительных танков с мощнейшим вооружением. Однако только активные действия на карте могут привести вас к победе. Надеемся на броню, действуем несколько нагловато и едем вперед. Ну, конечно, не сломя голову, а с предварительной разведкой. Кто на ближних подступах, кто на дальних подступах прикрывает противника. Это все важно. В этом сюжете я решил рискнуть, поехал вперед. Я знаю, что эту 44-ку прикрывает ИСУ-122. Я успел захватить точку и поехать вперед. А вражеская ПТ-САУ... Да-да, друзья, именно то, что вы подумали. Двигателя нам крайне не хватает. Ну, точнее, мощности. Так что прежде чем куда-нибудь поехать, нужно обязательно подумать, а сможем ли мы туда забраться. Кстати, максимальная скорость на подъеме не превышала 5-7 км в час. Не договорил. А вражеская ПТ-САУ все так же продолжает стоять на своей огневой позиции. В целом же, мне машина понравилась, но не хватает динамики. Поэтому играть в реалистичных боях несколько сложновато. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, комментируйте. С вами был Кэссиди, всем удачи, пока.